Знаете, из фильмов пульсов и просто перенести в наши говноровые, да? Как они выбрали фильмов пульсов, да? Я сначала тебя успокаиваю, успокаиваю, но БАК! То же самое нужно делать им говноровых. Нужно делать так, чтобы фильм сейчас был нормальным. Но люди знали, что это говноровые. Они бы сидели такие, почему нормальные сезоны? Почему актеры играют хорошо? Почему классный саундтрек? Что такое? И тут Билан так прям, а-а-а-а-а! Я не хочу гнать на Билана, что типа он плохой актер. Я хочу гнать на тех людей, которые пригласили его в это кино. Он не подходит для этого в фильме. Он, в принципе, он 35 лет нас прокачивал образом смазливого паренька, который разрушает женские сердца. И он пихает в военную драму сразу. Это как Шойгу, ешь, молись, люби. Слишком резкий переход на кладби. Я видел трейлер. Он там мотал шашку. Я после каждого ждал, что он сделает ееееееее. И кому вообще эта идея пришла в полу? Был какой-то мозговой штурм? Был какой-то мозговой штурм? Кто это? Режиссер сказал, ребята, мы снимаем военную драму, где главный герой – это белогвардейский аффитшер, который участвует в Первой мировой войне, да? Угу, угу. Но это не Хабенский, это понятно, да? Есть какие-то, может быть, предложения? И кто-то, видимо, один такой. А что есть? Невозможное – возможно. Мы выходим всегда из подъезда, чтобы в любой момент... Хоп! Ну, не так быстро, конечно. Мы же знаем, как это происходит. И потом самый трудный момент, когда ты думаешь, а какой? А что там? Илья Розович, презатив так долго, потом выворачиваешься к своей женщине, такая... Надо все заново видеть. Я замерзла. Я не могу. Для парня нет понятия случайницы. Для нас любой секс случайный. Даже если парень будет ехать в лифте, там будет ехать девушка, они все здорово будут ехать, молча в конце разговора... На последнем даже она привернется и скажет, может потрахаться? Для нее это будет неожиданно... Не будет ни... Неожиданности. Потому что он когда зашел в лифт, увидел девушку, подумал, ну, все может быть. Главное теперь не пердонет, чтобы... Не уменьшить свои шансы, а то... Даже если он пердонет, он потом говорит, ну, я же не сильно. Вдруг мне вообще насморк. И я шел потом. Шеф, конечно, странная штука. Странная штука. Особенно, если ты долго занимаешься с одним и тем же партнером. У меня есть жена, ты три года уже вместе, три года, и сложно удивлять друг друга. Сложно, да. Это моя жена. И... Ну, мне кажется, недавно у меня получилось. Недавно получилось, потому что во время секса она сказала «Вот это да!» Клянусь, это было «да!» «Да!» «Вот это да!» Я потом, конечно, спрашивал «А что ли такое сделано?» Он говорит «Я не понял». И иногда делалось какие-то тупые поступки. Мне друг недавно тоже рассказал он занимался сексом со своей девушкой, они давно в отношениях, знаете, настолько давно, когда... приглашаешь к гостю его, он без проблем может прийти со своей девушкой до тебя, это нормально, хотя ты ее не звал, обожаю это. И вот он эту историю мне рассказал, я был в шоке вообще, что такое можно делать. Это история про то, насколько ты можешь быть тупым в плане... мужского мозга. Вот эта история. Он сидел на диване, и они занимались сексом, она сидела так сверху, да? К нему лицом, к вам спиной, да? Я не знаю, почему он каждый раз веселит, когда я просто описываю эту позу, типа... какая-то юмористическая поза, или что... Ну вот, и вот что было? Идет процесс, и он в какой-то момент подумал, что будет смешно, если он возьмет пульт от телека, и... Самое удивительное, что после этой истории ты думаешь, что ты дебил. Ну, давай, думаешь, ровно секунду, потому что на второй ты думаешь, и он... я дебил тоже. Я тоже... Ну, конечно, девушка ушла, сейчас мы в ужасном ссоре. Хотя, мне кажется, было бы прикольно, если бы она его поддержала. Если бы она просто, знаете, она была бы сверху, он бы включил телек, она бы такая... О, и что ли? Просто я сейчас продолжу. Вы занимаетесь сексом? Это кричал мужчина или женщина? Тихо-тихо, подождите, подождите. Мужчина или женщина? Кричал мужчине спинги. Женщина. То есть, не вы, естественно. Вам на эту историю рассказывалось из-за ли на том же, которого уже нет в живых. На всякий случай. Если вы помните, уточняли ли вы у него некоторые моменты, я хотел бы уточнить их у вас. Это кричал мужчина или женщина? Женщина, вы уже сказали, это женщина-девчина. То есть, эта знакомая занималась сексом с женщиной и в какой-то момент она кричит «Мужские стринги». Правильно я понял? Да? Он говорит «Да». Да, это было «Да». Да? Кричит не как мужик, который носит мужские стринги. Самое странное, что мне отвечали когда я из аудитории из зала, это когда девушка сказала другое имя. И мне кажется, это самое страшное, что можно слушать. Я даже не знаю, как я бы реагировал на это. Если бы она сказала «Олег». А ты не Олег. Ну, я бы единственное, на чем понял, я бы закончил процесс. Вот это единственное, что я знаю, что я могу сказать. Ладно, здесь не было сухи, ребята, но надо было не задавать этот вопрос. Этого не было в программе, я помню. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...